Вы смотрите интервью для портала «Столица». Меня зовут Ольга Петрова. И сегодня у нас в гостях лидер группы «Текила Джаз» Евгения Фёдоров, который с недавних пор является ещё и жителем Таллина. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Евгений, как вам в Таллине? Вы уже можете назвать Таллин своим домом? Во-первых, в Таллине всегда было хорошо. Мы жили всю мою жизнь весьма недалеко. И часто бывали в Таллине, всегда летом и зимой. Сейчас я живу здесь уже почти полтора года. И, в общем, чувствую себя как дома здесь. Как было принято решение перебраться и остаться именно в Таллине? За нас решила история. За нас решила, не побоюсь этого слова, судьба. Случай. Случай. Масса векторов, которые, сложившиеся в одну какую-то, в один пучок, перевели нас сюда. Это было не сразу. То есть нас ещё поболтало. Сейчас мы находимся в Таллине. Но это седьмое место, в котором мы живём за последние два года. Ничего себе. Я имею в виду квартиру, как вот в пространстве. А, то есть вы по разным районам. По разным районам, по разным городам и странам. То есть в итоге уже здесь с августа прошлого года. За прошлого. А в каком районе Таллина вы сейчас обитаете? Я живу в Коломае. Так. А где пробовали тоже? Где не пошло? До этого почти год, почему не пошло. Прекрасно жили в одном месте. Пока не стёк срок. Мы жили прямо на Томпе. Ничего себе. Да. В соседнем доме с самой известной смотровой площадкой. Это здорово. Да. Как вы обустроились? Вы уже для детей здесь нашли и школы, и детские сады, и тренировки. Это было непросто сначала, потому что, когда мы здесь оказались, у нас не было никаких документов эстонских, и было непросто оказаться как в садике, так и в школе. В школе сложнее. Но всё получилось, и дети сейчас ходят старше в школу, и младше ходят тоже в детский сад, заканчивают его. Это школа и детский сад на русском языке? Школа и детский сад на русском языке, но, как нам кажется, с очень продвинутой... С погружением. С погружением, да, и готовят к следующему году весьма основательно. А какие-то тренировки, музыкальные занятия, спортивные? Футбол у нас есть, музыкальные занятия, и всевозможные ещё. У меня много друзей художников и людей, скажем так, несерьёзных профессий, творческих. И поэтому мастер-классы бесконечно какие-то посещаем, с детьми что-то лепим, рисуем, вырезаем, склеиваем. Есть чем заняться. Да, всем, кроме работы моей. А когда ваши друзья спрашивают, ну как вам там в Эстонии, как вам там в Таллине, что вы им отвечаете? Знаете, мои друзья спрашивают не как вам в Эстонии, а как тебе вообще за пределами Российской Федерации, которую я покинул уже почти два года назад. Я честно отвечаю, что непросто, но, к счастью, это Эстония, здесь есть друзья, это близкий нам климат, это, в принципе, такой кодекс жителя, такой как формальный, так и неформальный, очень похож на тот кодекс, к которому мы всегда были привержены все наши предыдущие годы. То есть стиль жизни и менталитет очень близок к нам. Совпадает, культурный код совпадает. Совпадает, да. Самый трудный, конечно, это язык. С языковым погружением сложнее. Очень сложно найти курсы эстонского языка. От фонда интеграции предоставляется много возможностей. Такая очередь сейчас. История так хлещет нас по щекам, что ой-ой-ой, и не всегда это возможно. На какой вы стадии обучения эстонского языка? На стадии обучения с приложением в телефоне. А, это Google Translate. Нет, в приложении Speak, я сейчас, надеюсь, никакую рекламу никому не делаю, не санкционированные. Да, по крайней мере, так мне рекомендовано было организация, которая занимается обустройством приезжих здесь. Пока нет курсов, пока нет длинной очереди, надо ждать. Пользуйтесь этим ресурсом, я с удовольствием этим пользуюсь. Чего вам здесь не хватает? Знаете, всего хватает. Конечно, не хватает это совершенно частное общение с моими, такого личного, близкого общения с друзьями, которые оставлены в России, либо которых унесло еще дальше, чем мне, хоть мы-то совсем недалеко оказались. Мои друзья, они все разкиданы по миру сейчас, почти все, и вот их не хватает больше всего. А что касается жизни здесь, для того, чтобы чувствовать себя нормально, хватает вообще, в принципе, всего. Мне даже в голову ничего не приходит. А что, пожаловаться, если вы об этом? Не, не надо жаловаться. Расскажите, что вам нравится заниматься в Таллине? У вас есть любимые музеи, любимые парки? Музей есть. Учитывая, что Таллинн весь состоит из музеев, он весь как музей из парков. Признация любви к Таллинну, это значит признация любви ко всему, что его наполняет. Мой любимый музей, куда я хожу часто, у нас есть годовой, то есть я тратил-тратил деньги на билеты, и в итоге купил годовой семейный абонемент в морской музей. Вот мы посещаем его довольно часто, который находится в Толстой Маргарите и в Летной гавани. Вот, это мой самый, наверное, любимый. В музей плюс мы, конечно, ходим постоянно в разные еще места, в библиотеки разных районов, они разными вещами славятся. Благокарточка одна пускает нас везде. То есть у вас досуг, в общем, активный получается? Да это не досуг. Дело в том, что мы здесь с детьми и в отрыве от бабушек и дедушек. Вот это короткое промежуток времени, когда они в садике и в школе, это возможность какими-то делами заниматься, но эти дела все равно наши такие текущие, эмигрантские, не то чтобы неприятные, но не то, чем хотелось бы заниматься в основном. Поэтому на основную деятельность нашу, мою, в частности, музыкальную, остается крайне мало времени. Вот, а все остальное это не досуг, который я украшаю, который я украшаю таллинскими возможностями. Это просто вот так вот с детьми приходится. Вы нашли здесь возможность для того, чтобы ваша музыкальная деятельность продолжалась? Какие-то студии, специалисты, музыканты? Специалисты есть, и давние мои друзья живут и работают здесь с рождения. Они, конечно, всегда помогают. Я страшный интровертор. Люблю сначала сидеть дома и делать все один. Вот, потом мы встречаемся с друзьями, и где-то репетируем, и везем это, показываем уже миру или в студию. Конечно, такие возможности здесь есть. Опять же, спасибо друзьям, которые всегда были рядом с нами, даже когда мы еще здесь не жили. А как вы коммуницируетесь с вашими участниками по коллективу непосредственно? То есть вы сначала им показываете, потом уже идете все это в какую-то форму? Ну, конечно. Интернет сначала, потом мы где-то встречаемся. Вот мы повели волшебную осень на Дриатике, в стороне Черногории, где мы гастролировали, и у нас был классный такой месячный репетиционный период, мы сочиняли новые песни, переделывали старые, готовились к туру, который закончился. Следующий начнется в марте, и перед мартом уже ребята приедут к нам сюда, и будем здесь репетировать. Куда вы собираетесь в марте? Ну, вся Северная Европа начинает в Британии и заканчивая, видимо, Софией. То есть вот с северной и с поворотом на юг. Можете ли вы для себя сказать, что Таллинн — это то место, где вы, в общем-то, остались бы? Или вы допускаете, что, может быть, поедем еще куда-то дальше, вот еще друзья там живут и там живут? Конечно, нам хочется поехать куда-то дальше. И наша жизнь, в принципе, состоит из сплошных путешествий. Путешествие — это просто закон нашей профессии. Мы все время куда-то едем. Я не исключаю, что я из Таллина уеду в какое-нибудь место потише. В Таллине очень дорогая недвижимость. Но в рамках Эстонии останетесь? Или даже... Ну, пока мы не планируем покидать Эстонию. Нам очень нравится Эстония. Мы изучаем максимально активно. Каждые выходные мы куда-то выезжаем. На автомобиле, либо на поездах. Благо, есть куда поехать. Зимних развлечений сейчас огромное количество. Мы очень полюбили юг Эстонии. Мы почти каждую неделю куда-то и выезжаем, и смотрим, примеряем на себя эти края. И я не исключаю, что мы вдруг окажемся где-то... Ну, не знаю, в двух часах езды на поезде от Таллина, примерно. Таллин — это достаточно маленький город, если сравнивать, да, например, с Питером. Вам здесь не скучно? Нет, совершенно не скучно. Питер был гигантский, и ту... Слишком гигантский... Я на английский перехожу. Слишком гигантский. В том его масштабе, каковым он является вот этим пидном на планете, я не пользовался никогда. Поэтому... Ну, все равно все в рамках одного какого-то района. Конечно, в рамках одного культурного кластера или одной какой-то тусовки и каких-то нескольких точек на карте города. Топография не самая была обширная. Вот. И Таллинг, он меньше, но это не значит, что он качеством как-то иначе. Просто более компактный. Меньше времени тратишь на пробки. На переезды, учитывая великолепную отлаженность общественного транспорта здесь. Вот и карте Таллинса, что очень круто. Вот. Можно ездить по городу туда-сюда. Максимально быстро. И посещать за один день сразу много мест, где тебя ждут друзья на выставке или на концерте. Допускаете ли вы для себя мысль о том, что однажды вы вернетесь в Питер? Что для этого должно произойти? Для этого должна смениться там власть, должна смениться политика России. И, как мне кажется, это произойдет очень нескоро. По крайней мере, в мозги у той части населения, от которой мы уезжали, встанут на место не очень быстро. То есть, если это и будет, то надо... У меня очень... Я бы назвал их реалистическими. Реалистические представления о будущем. Ваше окружение разделяет ваше мнение? Никто не верит в это? Ну, очень много оптимистов среди моих друзей. Я их оптимизм не разделяю. Осторожный реализм. Вот моя такая стезя. И что-то мне подсказывает, что в ближайшие пару десятков лет я туда не вернусь, а это значит никогда. Спасибо вам за то, что пришли. И желаем, чтобы вы скорее себя почувствовали еще более комфортно в городе Талли, не освоили эстонский язык. Куда уж комфортнее. Я тут самый лучший в мире аэропорт. Когда прилетаешь сюда, полное ощущение, что оказался дома. Это правильно. Так и должно быть. Спасибо вам большое. И вам. Вы смотрели интервью для портала Столица. Меня зовут Ольга Петрова. И у нас в гостях был лидер группы Текила Джаз Евгений Федоров. Евгений, ну вы теперь живете в Таллине. И, возможно, знаете ответы на мои вопросы про город Таллин. О, черт. Вот так вот, да. Итак, правда или нет, что в Таллине расположена самая старая аптека Европы? Говорят, что да, я хочу в это верить. Это правда, да. Действительно, ратушная аптека, она самая старая в Европе. Правда или нет, что население Таллина более 500 тысяч человек? Более. Нет, менее все-таки. Менее, 453 тысячи. Правда или нет, что в Таллине находится самое высокое в Эстонии здание? Я не уверен. Может, я не везде в Эстонии был. Ну, я думаю, что правда. Это таллинская телебашка. Да, конечно же. Да. А правда или нет, что День Таллина отмечается в ноябре? О, черт. День Таллина. Я не помню в ноябре дня Таллина. Я еще куда-то уезжал. День Таллина отмечается 15 мая. Вот, видите. Да, да. Так что вы, наверное, да, успеете вернуться в мае этого года и насладиться. Один из самых узнаваемых символов Таллина, я утверждаю, молодой Расмус. Правда или нет? Молодой Расмус? Молодой Расмус. Я знаю про старого Томаса. Да, старый Томас, конечно же. Один из самых узнаваемых символов. Ну и последний вопрос. В каких цветах флаг Таллина? Белый-голубой, белый-голубой, белый-голубой. Да, абсолютно точно. Ну все, вы практически уже местный житель. Вы молодец, справились. Спасибо.